коллеги здравствуйте приветствую вас на моей деловой программе сегодня мы с вами поговорим о трендах сезона весна-лета 2024 в обуви и аксессуарах разберем какие тренды актуальны для коммерческих закупок прежде чем мы начнем я расскажу о себе для тех кто впервые приходит на мои программы вижу в зале и знакомые лица но есть и новые для меня давайте знакомиться меня зовут елена виноградова я эксперт по закупкам и продажам в индустрии моды работаю 20 лет на рынке одежды и обуви в этом году у меня круглая дата и за этот период времени сформировались мои ключевые компетенции это управление закупками продажами и сервисом в индустрии моды я начинала как байер прошла разные карьерные ступени руководитель одного магазина двух руководитель отдела закупок коммерческий директор управляла продажами в рознице из 30 магазинов на моем опыте сотрудничество с более чем тремя сотнями брендов в разных сегментах этой люксы премиум и эконом работа на всех ключевых выставках в россии за рубежом объем управления выручкой миллиард рублей и меньше в зависимости от компаний в которых я работала кроме этого я почти 10 лет руководила отделом оптовых продаж и департаментом маркетинга весь этот опыт позволяет мне сейчас делиться своими компетенциями своим опытом лучшими практиками коллег качестве независимого эксперта я веду свои блоги в instagram запрещенной соцсети в telegram на youtube вы можете меня там найти плюс у меня более 50 публикаций в профильных сми индустрии моды сегодня мы с вами поговорим о трендах рынка в макросмыслием и о том что влияет на продукт поговорим о том какая цветовая палитра в наступающем сезоне будет актуально какие актуальные модели мы с вами можем представлять у себя в ассортименте на что делает ставку в целом модный рынок какие тенденции есть в аксессуарах и как сегодня отличаться в продукте какой-нибудь бизнесовый вопрос в конце моих выступлений всегда разбираем поговорим о трендах рынка что сейчас предлагает нам в глобальном смысле в силу экономических факторов и нестабильности которая в последние годы еще больше усиливается возрастает ориентация потребителя на поиск лучшей для него цены оптимизация своих затрат и рациональный шоппинг выверенный взвешенный всегда когда экономически нестабильно целевая аудитория особенно в массовом сегменте разворачивается на экономный рациональный вариант соответственно и бизнес тоже в силу роста затрат в силу нестабильной экономики ищет пути оптимизации и очевидно пути роста маржинальности потому что с ростом расходной части у нас падает доход и вопрос поднятия наценки и вот этого баланса между оптимальной себестоимостью и доходом для нас сейчас как никогда актуален следующий тренд это омниканальность потребителя и рынка в целом как ответ на его задачи потому что клиент сейчас сравнивает ищет пользуются несколькими каналами это уже данность а не какая-то новая история и цены сравниваются ищется лучший продукт мы не ходим только в один магазин и не принимаем решение только в одном канале продаж мы пользуемся несколькими это и маркетплейсы могут быть это может быть сайт поиск на сайтах магазинов а это могут быть соцсети это могут быть каналов telegram и так далее еще один тренд который влияет на наш рынок это цифровые технологии и микс виртуальной реальности и реальности настоящий по прогнозам по оценкам то поколение которое сейчас называется бета недавно вышла статья на ww будет жить совершенно иному в мире где 90 процентов контента которые не будут видеть в онлайн будет генериться искусственным интеллектом можете себе представить для нас рожденных совершенно другое время и знающих что такое например отсутствие сотового телефона или жизнь без интернета это сейчас выглядит как что-то невероятное это совершенно точно изменит потребительские предпочтения и способы покупок и способы вообще оценки того что нужно и где это искать на этом фоне еще один тренд который продолжает быть актуальным поиск эксклюзивности бренды стремятся и магазины стремятся отличаться от своих конкурентов от других игроков поскольку на уровне продукта отличаться довольно сложно в целом сейчас все можно найти так или иначе если нет эксклюзивного бренда значит есть что-то подобное можно найти какие-то подобные схожие продукты и поэтому сейчас бизнес старается привнести эту эксклюзивность через маркетинговые составляющие через ограничения продаж через предоставление определенных ассортиментных групп капсул в короткий срок ограниченный спрос вспомним даже тот же пример из бренда правда который раз в месяц запускает какую-то отдельную специальную модель буквально 24 часа у себя на сайте есть желающие которые ждут и за сутки все продано и больше ты нигде не купишь и нигде не достанешь то есть это абсолютно эксклюзивный продукт который привлекает внимание к марке и позволяет ей в том числе новую аудиторию к себе привлекать это различные коллаборации когда бренды и магазины объединяются с известными личностями с актерами со стилистами с знаменитостями разного профиля для того чтобы привлекать новую аудиторию повышать интерес к своему продукту и стимулировать продажи это кастомизация персонализация когда бы добавляем что-то личное и особенное в свой продукт это могут быть вышивки это могут быть персонализации упаковки естественно персонализированный сервис когда мы обращаемся клиенту по имени то что позволяет нам выделиться и выделить нашего клиента среди большого рынка тренд который характерен сейчас для рынка россии это рост премиума в онлайне чего раньше не было это то что мы сейчас имеем в силу политических обстоятельств рост интереса к более высокому ценовому сегменту в онлайне в силу того что его сложно найти в реальной рознице плюс интерес к локальным брендам которые отмечают все площадки яндекс и ламода рост и поиск локальных марок значительно возрос по сравнению с предыдущими периодами не нужно думать что это какой-то патриотизм и разворот потребления на локальный рынок в силу вот таких причин моду драйвит совершенно другие вещи это поиск клиентам разнообразия широты выбора естественно когда выбор ограничен начинается поиск того что есть что доступно 60 80 процентов игроков сейчас торговых центрах составляют локальные марки поэтому это то чем сейчас наполнен рынок идем дальше что касается тенденций в продукте на что сейчас стоит обратить внимание какие тенденции уже давно и крепко с нами это комфорт максимально комфортная обувь и неважно какой конструкции она в итоге то это может быть и каблучные варианты это естественно могут быть кеды и кроссовки это могут быть сабо мюли шлепанцы и абсолютно неважно главное это удобство от которого никто не хочет отказываться это то что досталось нам в такой острой яркой форме после пандемии и абсолютно неважно какой модели одежды обувь сейчас требования к удобству возросло и не собирается падать в целом во времена нестабильных турбулентных перемен в моде активизируются длинные тренды так называемая продукт вне моды а то есть который не привязан к каким-то краткосрочным тенденциям будет работать в гардеробе долго и спустя какое-то время по-прежнему выглядеть актуально в целом ну мы можем сказать что это отчасти такой маркетинг и будем говорить манипуляции потребителям потому что когда вокруг кризис все призывают покупать сделать ставку на качество на вещи вне времени да это просто способ привлечь клиента вложить деньги в свой продукт когда все хорошо вокруг рынок растет тогда мода предлагает покупать чаще больше разнообразнее купил поменял выбросил заменил сейчас понятно по каким причинам призывают к длинным трендом именно поэтому возможно вы слышите сейчас последнее время и воспоминания и призывы к тихой роскоши до old money все вот эти слова которые в целом с нами очень давно и не являются чем-то новым сейчас в силу маркетинга получают новый смысл с точки зрения привлечения потребителя еще одна тенденция это баланс качества и цены вечный поиск как со стороны производителей так и со стороны клиентов которые всегда особенно в кризисные времена хотят купить за недорого но при этом супер качество носить это долго и без потери внешнего вида еще одни тренды это транс сезонность продление обуви с точки зрения ее эксплуатации а в первую очередь продаж то что мы можем продавать и весной летом и осенью зимой понятно что этот тренд как бы не хотелось нам его использовать очень сильно зависит от климата если я работаю там где зима минус 30 градусов ну сложно будет продать босоножки с меховой стелькой даже да а то что пытается модный рынок в качестве тренда транс сезонного внедрить поэтому климат здесь все-таки является определяющим но тем не менее с точки зрения цвета и с точки зрения этой в одежде и в обуви продукт который позволяет быть представленным клиенту на полке дольше и востребованным им дольше сейчас является самым актуальным с точки зрения его заведения в ассортимент еще один тренд это smart casual разворот на элегантность который продолжается уже не первый сезон разворот от спорта от спортивных брюк кроссовок которые в принципе у всех есть да к спортивных костюмов к понятной тоже комфортной расслабленной элегантности и в обуви в одежде это очень четко читается мы с вами картинки посмотрим и будет понятно о чем идет речь еще один тренд противоположной базе противоположные ставки на очень понятное рациональное это тренд на фестивальную обувь обувь как праздник который мы можем создавать себе каждый день независимо от того что происходит вокруг потому что через гардероб и через ассортимент магазинов мы в том числе управляем впечатлением клиентов клиент управляет впечатлением окружающих о себе и не нужно ждать особого случая чтобы надеть босоножки со стразами например да или декорированной какими-то кристаллами пряжками нарядными сейчас тренды предполагают что такая обувь интегрируется в повседневный гардероб абсолютно спокойно и тоже является универсальной и в целом резюмирая те тенденции которых мы сейчас с вами поговорили ставка на разный обувной гардероб на так называемую новую базу когда у клиента на полке стоят не только кроссовки в разных вариантах да и не только кеды у него есть разные варианты обувного гардероба также как и одежды и сумок которые закрывают разные задачи позволяет ему выглядеть по-разному в зависимости от того что ему нужно сейчас по-разному проявлять себя это и обувь на каблуке это и разный цвет и разная фактура и разная высота голенище да если например какие-то сапоги ботинки разные стили это то что нам нужно с точки зрения продаж да не формировать у клиента ощущение что он купил одни кеды и вот они совсем ко всему подходит конечно они ко всему подходят чтобы нам продавать нам нужно закладывать коммуникацию да и в образование клиента мысль о том что можно быть разным и нужно быть разным это интересно это позволяет тебе выглядеть по-новому это позволяет тебе получать новые результаты в том числе и этот смысл сейчас очень сильно транслируется с точки зрения маркетинга с точки зрения клиентского подхода клиенту в рознице перейдем теперь к цветовой гамме что предлагает нам в этом сезоне с точки зрения цвета модные подиумы цвет года возможно вы о нем уже слышали это абрикосово апельсиновый оттенок apricot crush который на первый взгляд не является однозначным да с точки зрения использования в одежде и в обуви но у него есть определенная смысловая составляющая как собственно во всех прогнозах потому что такой цвет помимо того что он является цветом витамином да таким антидепрессантом вспомним про апельсины абрикосы которые являются источником полезных веществ этот цвет мы еще можем увидеть и в природе да этот цвет заката например это цвет осенней листвы в парке этот свет крыла бабочки и цвет множества цветов это то что очень понятно это что можно увидеть вокруг плюс ко всему этот цвет эксперты говорят о том что почему он цветом года предлагается потому что в нем есть оптимизм в нем есть что-то жизнеутверждающие в нем есть определенная надежда на лучшее будущее во времена когда это самое будущее нестабильно люди не уверены в нем очень много сомнений очень много страха в цвет является фактически таким лекарством что ли да для того чтобы дать клиенту ощущение опоры ощущение сообщества ощущение поддержки в данном случае этот оттенок выполняет именно эту роль также у агентства wgsn есть прогноз по цветам на следующий сезон в более развернутом варианте он перед вами сделала скрин на мероприятие непосредственно поэтому он такой живой не приглаженный здесь вы видите очень много помимо персиковых оттенков до розовых красных видите очень большую палитру голубых цветов тоже одна из ключевых на будущий сезон сейчас недавно закончилась неделя моды в копенгагене где голубые оттенки явились основными с точки зрения их использования в следующем сезоне весна лета 2024 почему потому что тоже голубой небесный цвет разная растяжка синих оттенков это тоже цвет моря небо до цвет надежды цвет мечты это тоже то что несет позитивную составляющую то что помогает клиенту психологически в том числе чувствовать себя уверенно чувствовать себя чуть лучше чуть радостнее в неспокойные времена ну и что касается понтона на данный момент на момент нашей встречи с вами понтон еще не дал свои прогнозы ждем со дня на день если мы посмотрим на экран я здесь привела вам палитры понтон за последние четыре сезона слева мы видим осень зима но два сезона последних и соответственно два последних сезона весна-лето если вы посмотрите на этот слайд какие у вас впечатления разноцветное все конечно да все верно есть один цвет который так или иначе в разной степени насыщенности присутствует в каждой палитре о чем это говорит о том что цветов много выбор есть и нет не модных цветов да то есть вы можете выбирать любой цвет если он классно передает модель которую вы берете в руки на стенде у поставщика нет ни модного цвета нет нельзя сказать что знаете шоколадный вот нет он не моде или розовый ни за что не берите вообще не актуально сейчас вообще такое понятие как модный цвет и вообще как такое понятие как антитренд оно очень сильно теряет актуальность главное как вы это носите с чем вы это сочетаете в каком продукте вы это показываете конечно какие-то цвета получают больше внимания в силу того что о них часто говорят как сейчас например розовый да то есть нас в аудитории есть те кто представляет розовый цвет я тоже не избежала этой участи да потому что сейчас очень активно даже дорожки на выставке выполнены в розовом цвете степан ушел хотела делать ему комплимент за организацию поэтому розовый всегда в тренде просто сейчас к нему больше внимания в силу того что вышел фильм да очень много коллаборации на тему барби и поэтому все об этом знают но если в целом и посмотрим всегда есть какие-то оттенки синего всегда есть какие-то варианты по зеленому цвету всегда есть палитра кремовых тонов возьмем базовые прогнозы понтон также за последние 4 сезона что мы здесь видим практически одно и то же всегда есть бледно-серые тона жемчужные да есть палитра песочных бежевых оттенков есть какие-то варианты легкого хаки и в осенне-зимнем сезоне более насыщенные цвета темно-синий как правило в этом сезоне еще глубокий шоколад в целом очень похоже если вы возьмете более длинный период не как я до последние четыре сезона а возьмете там например пять лет вы увидите плюс-минус ту же самую картину но одно отличие вернемся на предыдущий слайд в том что когда мы смотрим на этот слайд он очень яркий и если я уберу название сезонов весна-лето и осень-зима вы увидите вы даже не поймете какому сезону относятся эти палитры согласитесь то есть они абсолютно могут работать и весной и летом и осенью и зимой сейчас нет сезонности в цвете в том числе не только моды но и сезонности любой цвет в целом можно продавать когда угодно другой вопрос что конечно на клиентское восприятие очень сильно влияет то среда в которой мы растем и делаем выбор потому что в том числе и природные составляющие до в наших широтах природа очень сильно меркнет осенью зимой все становится серым безликим краски приглушаются и это влияет да на клиентское восприятие влияет на формирование гардероба но в целом если мы будем говорить про тренды понтон уже много лет подряд да еще даже после пандемии это особенно усилилось и еще до этого предлагал яркую палитру как возможность найти себе настроение через цвет до найти поддержку найти эмоции и через гардероб через предметы одежды обуви через аксессуары себя вытаскивать если вдруг случается какая-то неразбериха вокруг перейдем теперь к принтом посмотрим уже картинки на примере продукта анималистичные принты прежде всего леопард я тоже не могу сказать что это знаете какая-то новая история да то есть он всегда присутствует так или иначе нет даже у нас в аудитории есть его вариант в черно-белом исполнении у меня здесь на слайде тоже есть кеды в такой монохромной палитре это базовый принт он не является модным и не является каким-то переходящим и уходящим он всегда присутствует в коллекциях и иметь его в ассортименте да для того чтобы потому что для кого-то это супер разнообразие гардероба да такая обувь это прям шаг вперед заметный и с точки зрения разнообразия чтобы нас не было на полке все черное например да все как бы или все однотонное естественно должны быть какие-то рисунки леопард в этом смысле абсолютно базовая история сейчас он получает второе внимание в силу того что очень удачно продукт исполнен эти балетки зара возможно вы их видели в текущем сезоне уже являются хитом который разбирается как горячие пирожки поэтому вопрос какой модели в какой конструкции вы применили тренд это наверное основное с точки зрения моды также анималистичные принты не только леопард это и различные тиснения под питонов под рептилий крокодилы и использование принта не только тотал дав полной конструкции верха но и в качестве декоративной отделки например на мысе либо на пятки перейдем с вами к материалам вот кстати пример использования цвета года в целом когда он в прозрачных материалах да на стыке чего-то матового и светящегося выглядит очень деликатно да хотя конечно на первый взгляд абрикосовый оттенок ну не слишком такой супер до коммерческая история которую срочно нужно максимально широко представить но все зависит от того в каких материалах в какой степени насыщенности он будет работать гладкая ворсовая кожа понятно для обуви то основной материалы здесь особо ничего нового мы не наблюдаем искусственная либо натуральная всегда присутствует в коллекциях как основы из которой мы создаем наш продукт более нетипичный материал но супер трендовый сейчас эта сетка это текстиль с ячейстой структурой которые показали активно люксовые марки и многие позиции особенно балетки в этом сезоне уже стали бестселлерами покажу вам дальше конкретные позиции и этот тренд очевидно зайдет в следующий сезон весна-лето 2024 в более активном масштабе общалась с коллегами отработавшими на выставках в москве из майлова еврошус они говорят о том что сетка как трендовый материал пользуется спросом они представили в ассортименте у себя со стороны клиентов тоже есть повышенный интерес еще один тренд с точки зрения материалов это деним или джинса ну могу сказать что это менее однозначный тренд с точки зрения спроса да у кого хорошо продается обувь из денима или кто вообще ее продает есть такие вот вы улыбаетесь да потому что есть здесь определенный нюанс все-таки это не то что может сделать кассу магазина до в широком смысле но с точки зрения трендов конечно бренды это показывают деним супер популярный материал и в одежде и в обуви на будущий сезон и он работает в разных ассортиментных группах здесь есть и сапоги и кеды и босоножки и мюли если смотрели ассортимент иконики в этом сезоне у них громкая рекламная кампания ребрендинг с лены перминовой которая там в джинсовых ботфортах на всех а билбордах москвы посмотрим как это будет с точки зрения спроса я думаю что это все-таки будет аккуратный отклик вот мое мнение посмотрим как это сработает реально потому что маркетинг конечно творит чудеса может продвинуть что угодно но массовый рынок и вообще в целом да такое длительное изучение спроса показывает что пока к этому тренду очень аккуратное отношение лак более понятная история и лак и наплак в ярких цветах и в спокойных оттенках тоже всегда в целом коллекциях присутствует металлизированные материалы очень популярная история на следующий сезон в силу роста тренда на фестивальную обувь все металлики стразы кристаллы получают второе дыхание и причем это не только касается босоножек да как вечерней группы это касается и балеток и сапог и ботинок и обуви в офисном стиле и лоферы например и броги и дерби все может быть сделано из металлизированных материалов соответственно следующий тренд это прозрачные материалы которые тоже не являются очевидными но я здесь специально вам выбрала те продукты те конкретные модели даже которые используют zara в своем ассортименте и используют уже не первый сезон и даже не первый год это очень отработанные конструкции и именно эти конструкции продаются обратите внимание видите ли вы здесь какую-то закономерность что у них общего каблук да они телесные все да нет никакого цвета абсолютно точно создают эффект бесконечно длинных ног до бесконечно иллюзию такую что ты как будто босиком но в то же время очень высокий и стройный и еще очень важный момент обратите внимание ни в одной в этой модели нет жесткого задника у них у всех открыта пятка почему потому что так гораздо удобнее очень сложно лодочку из плексигласа да из пвх удобно посадить на ногу плюс еще чтобы не было парникового эффекта да то есть это максимально открытая обувь максимально нейтральная очень выверенной позиции они практически никогда не уходят в скидку до для того чтобы ну вот чтобы понять да что спрос есть и отработав их не экспериментируя больше ни с чем zara делает их из сезона в сезон успешно продавая плюс есть кристаллы да как ответ на фестивальную обувь есть дополнительный декор виде бантов или пряжек в люксе мы тоже можем наблюдать такие истории манула бланик например здесь мы можем это видеть на примере бренда масс-маркетом следующий тренд это винтажные эффекты обувь состаренная как будто материалы с эффектом потертости изостирования выгорания вот выгорела у вас пара на витрине можете смело ее подать как трендовую составляющую главное чтобы выгорели две равномерно хотя в целом если сейчас ну брать тренды на разнопарную обувь тоже на то что она может быть отличаться пара в паре то можем у это протянуть эту историю попробовать в продажах тоже но это больше юмор конечно но в целом да то есть обувь которая выглядит уже не новой на моменте покупки история коммерческая вспомним бренд golden goose там может быть знаете golden goose всю свою бизнес-модель продуктовую выстроил на состаренных кедах и кроссовках которые уже пожили потертые как будто тайме камни пенал 10 лет в них проходил но тем не менее они всегда выглядят тогда они благородно и красиво стареет с точки зрения коммерции прекрасный подход переходим с вами к формам мыса и каблука здесь как вы думаете что на первом месте с точки зрения формы мыса в следующем сезоне да все правильно острый заостренный мыс который в поисковиках тут нашла статистику сделанную выставкой миком в поисковиках на 80 процентов увеличился рост запросов по сравнению с прошлым годом на конструкции с острым мысом в плоских туфлях и на 24 процента уже увеличились онлайн продажи острый и заостренный мыс как ответ на желание чуть-чуть потеснить спорт в гардеробе да все эти комфортные округлой формы элегантная сразу же формирующие такой шик деталь в образе каре и трапеция следующая форма мыса которая тоже у нас будет присутствовать в коллекциях она все пытается пробиться и занять первое место но к сожалению не получается потому что в масс-маркете достаточно сложно сделать красивую колодку до люкс гораздо профессиональнее в этом и гораздо более эстетично выглядят такие конструкции в более дорогих марках в масс-маркете да не всегда удается пока что поэтому но тем не менее до тренд не сдается он присутствует и он более аккуратно и никаких рубленных носов до каких-то гигантских неадекватных шокирующих форм это очень такие деликатные истории следующий тренд это округлый мыс все что позволяет пальцем расположиться естественным образом это удобно и поэтому такая форма естественно никогда из моды не выйдет еще одна тенденция это открытый мыс с вырезом на пальцах то что было с нами давно а сейчас возвращается снова причем возвращается не только в босоножках да где несколько пальчиков открыто но и в сапогах например да что казалось бы уже давно забыто и рынок развернулся совершенно в другую сторону но тем не менее да вот коллекция виктория бекхам например вообще полностью сделана этих сапогах и не только у нее то есть и босоножки и туфли с открытыми пальцами возвращается на подиумы переходим к подошвам каблуком удобная понятная история всегда с нами я думаю все вы ее хорошо продаете это высокие сплошные подошвы в спорте прежде всего потому что позволяют без каблука стать выше и при этом не чувствовать никакого дискомфорта платформа плюс каблук формула следующего сезона работающая тоже нашла статистику спроса который собрала итальянская выставка миком в партнерстве с аналитическим агентством что они наблюдают те босоножки назовем их крайне с танкеткой обтянутой джутом такие назовем их естественные варианты и спокойные модели разные высоты могут быть на 90 процентов чаще ищут их в онлайне и на 183 процента уже покупают больше по сравнению с предыдущим периодом если мы возьмем более эксцентричные платформы до более яркие смелые активные цвета более высокий каблук он может быть разной геометрии здесь рост поисковых запросов обратите внимание на 600 процентов выше чем раньше ну потому что их давно не было скажем тогда таких вау и люди конечно ну каком-то смысле соскучились тоже посмотрите еще с точки зрения спроса покупки пока покупок нет потому что искать одно носить все таки это другое но что значит 657 процентов роста это доля этих моделей на подиумах в коллекциях брендов с точки зрения представленности бренды максимально в эту историю зашли но пока спрос скажем так не догоняет предложение потому что ну мы понимаем да что такие модели все-таки для эффектно постоять недалеко пройти да ну либо очень сильно любить такую историю и тогда вот себя в ней подольше максимально классно чувствовать а то что посередине это так называемые гибридные модели с более менее классическим верхом с плодошевой пониже с каблуком поскромнее до удобные универсальные которые на 500 процентов больше ищутся в онлайне но покупаются на 2 процента больше потому что пока предложение не успевает за спросом до их ищут а найти не могут тоже вопрос готовности рынка до с точки зрения представленности в коллекциях платформа плюс каблук когда покажу вам на примере продуктов здесь могут быть разные истории такие рустикальные сельско-крестьянские либо такие fashion в с металлизированными кожами еще один тренд это платформа без каблука но относительно сплошная либо с небольшим выделением как правило в конструкциях без пятки следующий вариант это каблуки-блоки или привычные нам столбики просто разные геометрии актуальный дизайн профиль это слегка расклешенный каблук который трапеции слегка расширяется к низу такой блок он может быть округлый может быть более граненый но это самая популярная форма самая модная по сравнению с обычным привычным всем столбиком видите здесь на трех примерах и каблук сталий который столбик но уже как будто нет и еще не шпилька до с интересной геометрии с заужением в средней части тоже то что нам досталось от люксовых брендов амина муади например до популяризовала эту тему а может быть расширение как в середине каблука так и ближе к набойке то есть это талия может меняться как в брюках знаете джинсы с заниженной талией брюки с высокой талии так и здесь талия каблука тоже может мигрировать по высоте каблука шпильки kitten hill тоже история которая всегда присутствует kitten hill присутствует но продается умеренно довольно у кого хорошо продается каблук kitten hill есть такие счастливчики я буду приводить вас в примеры всем показывать вот к сожалению на картинках и в коллекциях больших брендов ну и будем говорить что в масс-маркете тоже зара постоянно тоже предлагает но с точки зрения массового рынка все таки каблук kitten hill непростая история потому что он не всем идет будем говорить сразу да прямо с брюками да а с юбкой специфическая история с точки зрения пропорций до уверенности клиента то есть либо это высоко и красиво все понятно либо это все-таки история ближе к без каблука либо с тракторной подошвы да с лофера например массивный там и так далее то есть пока еще но рынок больше смотрит да ну массово не принимает но не сдаются тренды не сдаются дизайнеры то есть это всегда присутствует на подиумах и если мы посмотрим на предложение в той же заре например у них немало туфель на таком каблуке да то есть они тоже эту тему постоянно прорабатывают шпилька может быть разные формы в том числе изогнутая да то есть фантазийная не обязательно прямая посмотрим с вами ключевые виды ассортимента combat boots или милитари ботинки ботинки вдохновленные военной формой и мотоспортом в том числе да это все в одной тематике в целом они всегда присутствуют в коллекциях да здесь нет чего то что вы мы можем сказать о это новый тренд да если мы посмотрим с точки зрения представленности на подиумах их рост в коллекциях возрос на 27 процентов их доля и на 21 процент их стали больше покупать отчасти но лишь отчасти это обусловлено тем что на моду влияет происходящее в мире события и когда в мире не спокойно и усиливается эскалация в военные конфликты это находит отражение в коллекциях в том что мода начинает показывать больше камуфляжных принтов например да больше отсылок к амуниции к обмундированию солдат да то есть тоже откликаясь на то что происходит вокруг потому что мода это всегда отражение социальных политических культурных событий которые происходят вокруг нас это не просто кто-то там что-то в закрытой комнате придумал массивные ботинки байкеры еще одна история в продолжение милитари ботинок но уже снабженных большими пряжками более декоративные сейчас подобные ботинки сделали на сезон осень зима миу миу это хиты которые сейчас на всех инфлюенсорах есть до их уже повторили ряд брендов в сегменте премиум например тоже хорошо продаются пользуются спросом но эта история не массового спроса да это для тех кто ловит тренд хочет в нем присутствовать да то есть такое ну скажем так must have до либо рисковая модель если мы разбиваем ассортимент на группы риска следующая позиция это казаки всегда присутствуют в коллекциях тоже это не является трендом с точки зрения существования этой модели просто вопрос целевой аудитории да у кого-то они вообще не продаются люди не понимают у кого-то являются стабильной группы в ассортименте кто-то привозит их для модниц пару моделей и тоже продает в небольшой пропорции интересный факт у меня на выставке в екатеринбурге были клиенты из небольшого города 8 тысяч населения и они привозят себе казаки и продают их вот можете себе представить то есть здесь вопрос того еще как вы умеете это делать потому что я убеждена что продать можно все вопрос как мы это делаем и найдем ли мы клиента на этот продукт поэтому это скорее базовая история с точки зрения тренда да не модная а вот как они работают у вас здесь уже с точки зрения ваших возможностей наличия клиентов на такую группу сапоги и ботинки стрейч более коммерческая группа удобные максимально непритязательны с точки зрения ухода конечно к ним сложно продать какой-нибудь крем или спрей но с точки зрения роста среднего человека потому что он им просто не нужен да их просто можно протереть и идти дальше но тем не менее в точки зрения коммерческого спроса тоже группа довольно стабильная zara например опять же ссылаюсь к ней потому что игрок с большой долей рынка по всему миру регулярно представляет такие позиции у себя в ассортименте как на шпильке так и на более таких casual подошвах еще один тренд доставшийся нам под влиянием моды нулевых это сапоги и ботинки с широким слегка драпированным голенищем эффект шнурка в стакане такой небрежный шик и на небольшой шпильке и на плоском ходу и на высокой шпильке тоже разной высоты лоферы и дерби на массивных подошвах вы киваете головой на лицах появляется расслабленность понятно что эта группа у всех присутствует нормально продается такие рабочие лошадки то что всегда с нами дан узнали своих что называется здесь мы видим и лоферы на тракторной подошве которые продолжают быть актуальными сейчас новый способ их стилизации да если смотрите как работают стрит стайлеры модные девочки то что сейчас предлагают носить это с носками до такой школьный припи стиль с белым носком например с юбкой с шортами да такое новое прочтение в принципе уже известные обуви и лоферы более аккуратные более элегантные на более спокойных подошвах могут быть из велюра выполнены могут быть без подкладочными на лето да по типу лора пьяна например могут быть соответственно из кожи естественно и обратите внимание на статистику спроса не лоферы а дерби на массивных подошвах такие довольно активные на 160 процентов чаще ищут в интернете на 17 процентов больше покупают потому что рынок пока весь в лоферах а дерби представляет поменьше да поэтому есть разрыв между спросом и предложением еще один вариант уже менее однозначный это мужские полуботинки спорт без задника без пятки теперь на ваших лицах совершенно другая улыбка улыбка сочувствия кто это приведет и поставит на полку видимо в общем здесь мы видим таким вариант мужских мюлей это тоже попытка обуви транссезонной да фактически такие домашние тапочки которые приобрели офисный вид конечно такие позиции нужны в ассортименте просто нужно приготовиться заранее к тому чтобы их продавать потому что они могут как стрять так и выстрелить в целом есть такие примеров немало но с точки зрения мужского имена ассортимента это больше про встрять потому что выстреливать все таки такие позиции смелые авангардные чаще в женской коллекции женщины больше склонны к экспериментам больше склонны тратить пробовать то есть все таки и умеют покупать и разбираться пока еще чуть лучше хотя эта тенденция меняется есть и кеды без пятки зара кстати тоже представляет такие кеды уже несколько лет и причем интересная статистика их немного буквально одна-две модели но тоже до распродажи они не доживают их покупают спорте наверно более жизнеспособная история чем в классическом варианте еще один пример на фоне роста разнообразие в спортивной обуви какие только кроссовки мы с вами не наблюдаем за последние несколько сезонов каких только форм конструкции цветов люди хотят спокойных минималистичных простых кед на 160 процентов рост спроса в поисковиках на простые минималистичные сникеры на 10 процентов рост покупок в силу того что предложение не так уж и много все увлекаются разнообразными кроссовками они тоже актуальны я вам сейчас покажу но минималистичные хорошие белые кеды до сих пор пойди найди это действительно особенно если они из натуральной кожи например ну прямо задача не то чтобы пошел и в любом магазине купил нет то есть это прям нужно время потратить поэтому здесь и этот тренд не удивителен и он кстати уже не первый сезон что показывает что рынок не насыщен в этом смысле это предложение не удовлетворяет если мы говорим про спортивную группу что еще мы здесь можем с вами посмотреть высокие кеды с голенищем причем могут быть разные или монохромные в одном оттенке и в комбинациях и с принтами обратить особое внимание на такой микротренд микротренд с точки зрения его не спроса а скажем так такой локальный кусочек в большом мире спортивной обуви это черно-белый спорт который в общем то является классикой но сейчас к черно-белой обуви и к черно-белой одежде повышенное внимание я разговаривал тоже с коллегами у них как ни странно после московских выставок хотя что странного черные белые цвета в топе по спросу то есть это самые расписываемые цвета в коллекциях дальше идет бежевый на четвертом месте как думаете какой розовый конечно не зря вы пришли в розовом костюме хорошо знаете эту тему и так черно-белый спорт очень яркий способный образу добавить нужную инъекцию тренда без перегруза да в целом можно надеть что угодно наверх и имея черно-белые кроссовки это будет всегда заметно и в то же время с нужным балансом вкуса с нужным балансом трендовой составляющей не перебор еще один тренд довольно уже крепкий и известный вам это яркие цветные кроссовки и кеды если в гардеробе уже есть база есть белые кеды есть черные кроссовки надо обратить внимание на цвет недавно снимая примеры ритейла в одном из молов поездки я обратила внимание зашла в adidas и потом еще в один спортивный магазин стоял выбор покупали именно цветные это были и фиолетовые кроссовки полностью да и кроссовки в синих оттенках и красные кроссовки причем один из таких под трендов это когда и подошва и верх у вас выкрашена в один оттенок да то есть нет лишнего цвета он чистый яркий главный акцент в образе обратите внимание мужчина одет абсолютно просто серый костюм но кроссовки делают образ да они привлекают к нему внимание вытягивают этот обычный серый костюм уже в совершенно другую историю розовые салатовые любые могут быть плюс естественно кроссовки с комбинацией цветов это могут быть и радужный набор и абсолютно любые варианты без каких-либо ограничений и еще одна составляющая в кроссовках актуальная но менее скажем так с точки зрения массового спроса принимаемая это кроссовки футуристичные как будто сошедшие с ног жителей других планет до напоминающие очертаниями контуры космических кораблей какие-то фантазийные конструкции здесь дизайнерская мысль не знает границ да это может быть все что угодно вы видите на экране примеры самые разные это стрит-стайл последней парижской недели моды через обувь в таком объеме выразиться достаточно просто решиться на это да когда ты надеваешь какое-то пальто сложного кроя или платье или какие-то мегапринты это сразу привлекает много внимания и требуется определенная уверенность для того чтобы выйти в люди в таком обилие трендов что касается обуви здесь объем в образе достаточно небольшой это внизу и в целом решиться на эксперименты с обувным гардеробом намного проще чем на эксперименты с одеждой дальше перейдем к более легким конструкциям это сандалии а как городские сандалии унисекс кожаные сандалии рыбака разные названия минималистичные подходящие для дресс-кода офисного если он такой свободный не очень строгий так и сандалии в спортивном стиле это могут быть сандалии с неопреном например на спортивных подошвах вдохновленные экипировкой дайверов с куба до сандалии и могут быть сандалии вдохновленные обувью для горных походов очень массивная надежная подошва липучки до надежная верх фиксирующий ногу рост спроса в поисковиках 60 процентов плюс к прошлому году и на 89 процентов роста покупок люди хотят удобную обувь открытую и в то же время проходимую да то есть не чувствовать неровности где бы ты не шел приведу примеры сандалии это как раз попытка такого гибридного стыка здесь есть и текстиль здесь есть и массивная подошва да с небольшим протектором но в то же время достаточно элегантный верх который позволяет носить это сам эти сандалии и с классическими костюмами и с джинсами и с шортами то есть в целом они в гардеробе могут работать разнообразно это эрмес коллекция следующего лета продолжая тему открытой обуви перейдем к шлепанцам к различным вариантам тапочек на плоском ходу кожаные они могут быть отделаны соломкой это могут быть и клоги тоже ну клоги тема такая спорная да достаточно с точки зрения спроса кто продавал продает как ужасно вы столько чувства вложили в этот ответ к сожалению это та обувь которая эффектно выглядит с точки зрения необычности да то есть постоянно так или иначе мелькает в маленькой доле в разных брендах но с точки зрения если стоит надеть на ногу да и все становится понятно сразу да то есть они деревянные в прямом в переносном смысле этого слова но если мы посмотрим на примеры слева это то что делал в этом сезоне эрмес они сделали свои клоги из мягкой кожи которые стали хитами и были проданы по всему миру за ними и байеры и выстраивались в очередь то есть попытки эту обувь адаптировать и окомфортить скажем так они присутствуют но это конечно не массовый спрос гораздо более интересная история это то что перед вами и вы подтверждаете это своими невербальными реакциями это все варианты ортопедической обуви спасибо биркенштоком которые кто только не делает и в каких только вариантах не переизобретает да и даже я могу сказать что есть удобнее чем оригинал потому что это тот тренд который повышенным вниманием пользуются уже много лет и его максимально отрабатывают максимально будет в коллекции очень многие бренды от масс-маркета до люкса сами сама компания биркеншток тоже вкладывает в это немало они постоянно коллаборируют у них были совместные коллекции с валентина например да и у dior а были обувь которая напоминается также выглядит как биркенштоки то есть это очень популярная очень узнаваемая во всем мире модель изначально созданная для врачей которые много времени проводят на ногах с ортопедической стелькой который сейчас в каких только вариантах не присутствует это и деним и отделка стразами и мягкий велюр и монохромные варианты и открытые пальцы и закрытые в общем супер коммерческая история очень удобные такие тапочки надетые с например с плотным носком до грубой вязки можно носить и в такой стык лета осени до в прохладную осень лично мой пример проверенный практически ну да не знаю до плюс четырех градусов до до плюс 3 спокойно удобно классно можно ходить вот я сама удивилась но почувствов это на себе реально как будто бы есть транс сезонная обувь которая может перекочевать из лета в осень тоже если ее стилизовать и ну скажем так утеплить для продажи в холодных краях в босоножке с меховой стелькой с точки зрения продаж верится меньше чем в такую конструкцию до которая можно носить например с носком ну и с мягкой стелькой степлые тоже делают закрытыми пальцами тоже в принципе рабочая история 12 stories кстати используют эту тему в своих коллекциях и в этом сезоне у них тоже будет обувь плоская с меховыми стельками коллеги работа с формированием ассортимента закупки коллекции это не только использование трендов но и опора на цифры работа со статистикой с твердой аналитикой очень важно уметь планировать свои показатели рассчитывать бюджет закупки формировать ассортиментную матрицу правильно распределять бюджеты между поставщиками для того чтобы зарабатывать на том что вы закупаете очень важно уметь правильно и грамотно продавать тот ассортимент который мы привозим в наши магазины знать показатели работы розницы уметь управлять ими пользоваться удобными отчетами которые позволяют вовремя принимать правильные решения нацеленные на выполнение плана продаж использовать не ценовые инструменты стимулирования спроса они только скидки которые ведут к снижению прибыли и падению рентабельности нашего бизнеса поэтому хочу пригласить вас лично на мой онлайн курс по закупкам и продажам управление ассортиментом fashion бизнесе где мы вместе построим систему закупок и продаж в работе розничного магазина для вас моей аудитории на youtube которая смотрит сейчас это видео я приготовила специальное предложение промокод который вы видите на экране используйте его для того чтобы получить специальные условия на обучение следующий вариант следующий продукт это сланцы и сабо из и вам сабо из легких материалов которые присутствуют в брендах самого разного сегмента вы можете увидеть их и у болинси ага вы можете увидеть их у скажем так родоначальников этой темы в бренде крокс который тоже это знаете как биркин штоки номер два с точки зрения цитат использования вдохновения и прямых копий конечно да потому что тоже везде есть кто работает с такой обувью наверняка в вашем ассортименте и то есть и сейчас это не обувь для бассейна или для пляжа как это изначально предполагалось это обувь который можно носить совсем в целом до для того чтобы в образ добавить новую трендовую необычную составляющую тоже с точки зрения транс сезонности получают движение вперед потому что есть закрытые конструкции спокойные которые также можно носить например с носком чуть дольше чем это изначально предполагалось еще один важный момент популярности этой обуви она одинаково круто выглядит и в виртуальном мире и в реальном сейчас очень активная тема это представление коллекции брендов во вселенных roblox да и так далее да в компьютерных играх через которые бренды пытаются достучаться до молодой аудитории которая на воду в каком-то определенном возрасте плевать хотела да а там она встречается с ними поскольку проводит время очень много очень часто насматривается привыкает до запоминает в конце концов эти названия и становится лояльной изначально к этим маркам для того чтобы стать потом их клиентами потому что наши клиенты врастут взрослеют возможно переходят в какие-то другие категории если мы не думаем о том кто придет на их место мы будем терять рынок и бренды это очень хорошо понимают в том числе этот продукт является по сути продуктом очень широкого с точки зрения возраста спроса да то есть его и дети могут носить да которым покупают это для бассейна для пляжа и взрослые которые видят в этой обуви трендовую составляющую необычные формы монохромные какие-то спокойные дизайны то есть здесь тоже дизайнерская мысль работает достаточно широко еще один тренд менее очевидный но тоже вдохновленный комфорт там обувью для дома которая все стремится прорваться в обычный гардероб это современные бабуши или тапочки которые изначально возникли в марокко как национальная обувь с мягкой пяткой которую можно заломать и носить их со свободным задником со спущенным либо надевать да здесь видите тоже разные варианты мягкие но на сто процентов как ни странно рост спроса в поисковиках потому что их показали люксовые марки которые традиционно пользуются интересом со стороны аудитории zero например но на 20 процентов рост спроса в покупках переходим к тому что сейчас точно совершенно пользуется массовым спросом это балетки причем балетки не только давайте вот так наверное покажу не только балетки в привычном нам воплощение да из мягкой кожи и спокойных цветов но и балетки с точки зрения тренда на фестивальную обувь это различные металлики это сплошной декор самые модные балетки перед вами это балетки из сетки со стразами это балетки полностью усыпанные декорированные кристаллами здесь вы видите варианты от кейт здесь вы видите варианты от миу миу которые сейчас пользуются супер спросом и очень активно продаются очевидно этот тренд массовый рынок тоже зайдет потому что там он пока так активно не представлен сетчатые балетки от алая тоже является супер трендом в этом сезоне обратите внимание что эта конструкция мэри джейн до балетки с перепонкой тоже такое трендовое изменение вот они как раз на следующем слайде более подробно и от алая балетки и балетки от зары трендовые тоже сейчас на пике спроса которые с ремнями дополняющими эту традиционную модель делающие более такой интересной продолжайте у мэри джейн туфли на каблуке рудольче габбана вы всегда найдете мэри джейн в коллекции в том числе и декорированные усыпанные кристаллами у шанель то же самое вьетнамки еще одна супер коммерческая обувь надеюсь вы все ее продаете и не только в резиновом воплощении но и в городском варианте в коже причем самые трендовые позиции это позиции на более широких ну в смысле высоких подошвах которые позволяют эту обувь сделать не пляжной а уже городской и надев вьетнамки с абсолютно любым гардеробом неважно что на вас сверху они сразу же уводят образ в другую стилистическую историю да то есть потому что вьетнамки особенно если они выполнены в коже они на современной колодке допустимо и модно носить и с вечерним платьем и с классическими деловыми брюками это совершенно другой стиль да это то что прям меняет и перещелкивает восприятие от образа буквально за секунды вот что делает обувь круто чтобы с вами продаем такой продукт который может буквально как волшебная палочка изменить впечатление от образа и настроения дальше вьетнамки сапоги уже более узкая история понятно которые показали в этом сезоне миу миу и они тоже были проданы по отзывам не очень удобно но очень эффектно поэтому на следующий сезон ряд брендов решили тоже вдохновиться этой истории но здесь мы видим уже не только каблук но и попытка скрестить сапоги и классические вьетнамки на плоской подошве с таким более длинным верхом но понятно что такая очень fashion краткосрочная составляющая мюли продолжать быть популярными самые трендовые мюли это монохромный вариант в одном материале каблук желательно такого же тона что и вверх чтобы не было никакого визуального удешевления декор тоже присутствует но в целом мюли которые выполнены в одном свете из одного материала выглядит конечно визуально дороже и эффектнее что говорить да даже в масс-маркете голые босоножки тренд который продолжает быть с нами в оригинале неудобные да потому что такие тонкие ремешки очень сильно врезаются в ногу и тут нужно делать выбор между стилем и комфортом но есть более привычные конструкции когда у вас ремень например через подъем на одна планка на пальцах то здесь можно найти выходы туфли с тонкими ремешками я показала вам самую модную конструкцию верха которая была продана и в бренде который оригинально это представил франческо русо и в многих других марках которые пошли по стопам вдохновения например возможно вы видели эти туфли с мульти ремешками в части мыса утвел в stories в новогодней коллекции они были представлены в металликах зеленый розовый серебро и золото были проданы все очень быстро до скидки не дошли каблук был оптимальной высоты семь с половиной максимум восемь сантиметров то есть это не была безумная шпилька и не была какая-то не да да не до китенхилл обувь с объемным дутым верхом в оригинале в английских источниках называется тем же самым словом что и обувь пуховик если дословно переводить но мне показалось по определению достаточно таким ну спорным поэтому я тут успокоила его атак в общем говоря между нами обувь пуховик дутая с объемными конструкции верха еще один неоднозначный тренд это мыльницы в поисковых запросах на 90 процентов чаще ищут и спрашивают пока на 8 процентов больше покупают в силу того что ну конечно рынок к такому предложению еще пока не готов да или может быть не показал то что потребитель хочет покупать причем мыльницы здесь абсолютно разные это могут быть и босоножки мыльницы до конструкции лоферы мыльницы и туфли лодочки в общем главное чтобы это было удобно есть бренды которые изначально специализируются на таких моделях я помню мы свое время работали с одним из таких брендов с итальянским но в основном брали безопасные модели типа вьетнамок дали конструкции пляжные обуви которые гарантированно можно продать они еще были ароматизированные и очень вкусно пахли это добавляла им с точки зрения продаж определенной ценности туфли и босоножки с завязками представить их на полке сложно для них нужно спецоборудование но ноги они тоже выглядят эффектно если есть лодочки есть широкие ремешки то почему бы не попробовать эту историю с коллегами общалась есть спрос да то есть есть интерес и рост в заказах по сравнению с предыдущим сезоном к таким конструкциям слингбеки это обувь без пятки здесь тоже обратите внимание на рост поисковых запросов слингбеки с закрытой частью мыса на 400 процентов чаще ищут из комфортной подошвой и на 133 процента больше покупают да понятная удобная обувь но которая еще фиксируется на пятки вот вариант и слингбеки с открытой мысом такие босоножки фактически особенно если они на платформе на 60 процентов чаще ищут и внимание на 669 процентов чаще покупают рост спроса по сравнению с прошлым сезоном слингбеки которые более классических элегантных вариантах а здесь кстати есть модель которая пользуется топовым спросом в этом сезоне и и просто нигде нет как вы думаете какая сетка а вот ирина права ирина права это сетка а какая сетка тут несколько сеток с плоской подошвой да это бестселлер компании zara там не то что продаж нет там даже карточки на сайте уже нет которая обычно знаете если нет столько но можно подписаться например да на уведомление или там показано что все размеры проданы даже карточки нет я заходил на несколько сайтах их просто смели все в италии у меня коллега стилист работает в италии за неделю просто вообще нет выглядит очень необычно круто и удобно то есть вот если есть такие варианты вдруг встречайте попробуйте рынок очень хорошо отреагировал я думаю что это предложение будет расширена на следующий сезон переходим с вами к разделу декор и детали посмотрим что здесь готовит нам модный рынок тренд на пожившую обувь на состаренную с нами он не сдается как правило это все-таки про спорт да это больше в спортивной обуви потому что пожившие лодочки но история так себе до сбитый нос ободранный каблук мало кого убедит купить носить и вообще воспринимать это как какую-то коммерческую классную составляющую поэтому это все-таки состаренный спорт либо еще один вариант это лоферы и все что касается биркин штоков лоферы с мягкой пяткой которые красиво стареют и со своим обладателем как будто много лет и биркин штоки у которых это в днк заложено вы знаете что у компании биркин шток пожизненная гарантия на обувь не то что там два месяца до или 14 дней пожизненная то есть если с ними что-то случится когда вы их купили стали дедушкой а купили вы их в институте например они вам поменяют там эта история зашитая и они действительно очень красиво стареют биркин штоки они прям круто выглядят несмотря на годы да они становятся промасленными это как знаете как сумки эрмес или биркин сейчас вообще тренд на на рис или очень интересная история этот тренд нашел отражение на рис или тоже на рис или пользу спросом не новые сумки они тоже продаются а те которые уже со следами времени да у которых есть уже загар до потемнение кожи у которых есть какие-то царапины у которых есть какие-то потертости которые имеют какую-то жизнь в себе вот так кто бы мог подумать еще один тренд отражение активного активного интереса к празднику и к тому чтобы внедрять этот праздник себе самостоятельно независимо от событий потому что их можно просто не дождаться в нашем мире который постоянно преподносит какие-то сюрпризы поэтому создаем его себе самостоятельно через нарядную обувь банты на прозрачном варианте особенно классно смотрятся но естественно и в сочетании с материалом верха тоже работают декоративные пряжки с кристаллами тоже показываю вам на примере обуви из прозрачных материалов потому что мне кажется что здесь они максимально деликатные не спорящие не кричащие хотя конечно и в плотном материале это тоже будет вполне рабочая коммерческая история еще обратите внимание на тренд цветов цветы супер популярны и как принт и как декор обуви не в последнюю очередь благодаря польскому бренду магда бутерем который активно эту тему внедряет в своих коллекциях это могут быть два варианта бутоны закрытые цветы босоножки от zara слева показать что масс-маркет уже вдохновился и собственно люксовый бренд справа где цветы являются съемными да их можно снять например отстегнуть с пятки либо отстегнуть с мыса и например носить на сумке на жакете или просто положить шкатулку или например сделать на одном босоножке два цветка на другом один да чтобы такую легкую асимметрию в обувь как дизайнер своей стороны самостоятельно внести то есть ты можешь играть с образом благодаря такой съемной фурнитуре и объемные цветы распустившиеся которые уже раскрыли свои лепестки это может быть мягкие ворсовые материалы там может быть атлас это могут быть может быть искусственный шелк или кожа могут быть и кристаллы в качестве стразов как капельки росы металл тоже продолжает оставаться популярным и в лодочках и в казаках отделка мыса металлом популярная история такой зимний слайд а мы с вами про лето говорим нравится очень мне тоже очень нравится поэтому решила черт с ним сезонностью но эта коллекция весна-лето на минуточку я решила его добавить сюда и чтобы он не конкурировал ни с чем больше решила оставить его соло хотя обычно я так не делаю у меня куча картинок глаза разбегаются а здесь вот он один что значит презентация без конкурентов да когда почему люкс в магазинах показывает один жакет на рейли все внимание ему да ты понимаешь что он и больше ничего здесь соответственно мы тоже это видим видите как это работает и так мы переходим к разделу сумки это завершающая история нашего с вами взаимодействия сумки четкой геометрии кросс-боди тоуты которые не бесформенные и расплывшиеся а имеют достаточно понятное очертание прямоугольники и квадраты обратите внимание на фурнитуру она чаще всего золотая и если она вертикальной формы до вытянутая не квадратная не круглая как мы привыкли до какой-то новой геометрии это будет интересным небанальным моментом мини сумки и микросумки очень небольшие в которой помещается самое необходимое помада кошелек телефон ключи и собственно карта банковская и собственно больше нам ничего не нужно маленькие сумочки которые могут быть и нарядными тоже кошельки на пояс продолжают сохранять актуальность причем здесь вы тоже видите применение прозрачных материалов и видно что ты туда положил кошелек становится таким образом частью образа потому что если ты напихал всякой ерунды и там бардак но это не очень да если да что-то положил красиво и это тоже работает на впечатление о твоем стиле твоем луке сумка праздник можно внедрить себе в жизнь эту эмоцию настроение состояния не только через обувь но и через какую-то нарядную сумку которую сейчас можно носить совершенно неважно на вечеринку ты идешь или нет да это могут быть и джинсы совершенно какой-то повседневный образ который никак не связан с тем что тебе нужно просто так захотелось сумка настроения в продолжении этой темы это могут не только кристаллы и страза но какая-то необычная форма это могут быть какие-то нестандартные аппликации например как джинсовые мини-тоутодские парели следующий наш пример это сумки чехлы и сумки подвески которые могут выполнять роль ключницы функциональные могут быть могут содержать в себе что-то очень маленькая телефон туда точно не положишь банковская карта например а или что-то что только туда и поместится может быть платок к примеру а может быть не знаю у меня например вот всегда пара контактных линз в сумке потерянные я их ищу и мне наверное стоит приобрести такой чехол для того чтобы точно иметь какой-то маленькая штучка которая наверняка есть у каждого и которая тебе нужно а в самый подходящий момент ее нет и вот сумка чехол как аксессуар сейчас а кто активно представлена в разных брендах также история с сумками багетами с рюкзаками это коммерческая тема особенно рюкзаки естественно сумки багеты удлиненная форма не квадратно не прямоугольная а более вытянутая это тоже чем вы работаете то что всегда есть на подиумах сумки хоба тоуты и шопперы разных форм вы видите более вытянутой конструкции и массивные и с легкой геометрией с небольшим заломом и стандартных форм это коммерческая история на века она никуда не уйдет потому что в ней помещается вся жизнь в отличие от чехла на груди и поскольку у нас летний сезон впереди обратите внимание на сумки с плетениями на соломенные сумки на варианты с кроши с соломкой с макраме сумки сетки даже эрмес их показал в своих коллекциях что говорить и даже вложил туда все что может пригодиться мужчине если вдруг он пошел по своим делам такая прям активный на просвет еще один вариант настроение это сумка праздник сумка с принтами в том числе это могут быть какие-то этнические принты какие-то национальные символики детские рисунки например что-то не банальное что тоже разнообразивает этот аксессуар и позволяет нашему клиенту расширить сумочный гардероб а не просто иметь один тоут для всего и для работы для спорта и для хлеба и для детских задач в общем надо быть разнообразнее с точки зрения сумок тоже не только обуви ну и наконец различные подвески для того чтобы сумки декорировать и оживлять если клиент не готов покупать у вас несколько сумок вы можете всегда предложить ему обновить его сумку с помощью различных подвесок брелоков сейчас еще очень популярная тема возможно видели это украшение которое мы обычно используем как бижутерию бусы колье которые вешают на сумку между ремешками до закрепляют и таким образом сумка приобретает дополнительный такой свое украшение что ли да вы даже можете использовать свою собственную бижутерию для того чтобы сумку декорировать есть бренды которые специально продают там два карабина и они цепляются к ремешку но для этого можно использовать и свою бижутерию тоже в целом если вы это не продаете это способ клиенту что-то рассказать новое в своем магазине да не просто говорить какие-то очевидные вещи отдать им какую-то информацию не банально которая может узнать только у вас последний раздел это аксессуары посмотрим что здесь носки и гольфы коллеги из благовещенская уже всю эту информацию знает наизусть потому что я точно помню что вы присутствовали на этой части и были согласны с этим трендом максимально в общем носки и гольфы это самая коммерческая и самая близкая к ассортимент обувного магазина история которая в следующем сезоне и уже сейчас обретает но не то что даже новый смысл а прям самостоятельность посмотрите на слайды здесь можно какие-то надписи для тебя рассмотреть портреты ваших любимых музыкальных групп да все что угодно может быть сейчас на носках и поскольку в этот рынок заходит очень много компаний сейчас и в принципе если вы посмотрите на ассортимент марок которые представляют носки насколько он широкий стал насколько там много цвета насколько там много принтов насколько там много самовыражения через носки можно очень много о себе рассказать да можно цитаты какие-то там использовать премьер-министр канады может быть знаете использует активно цветные носки в деловом гардеробе его постоянно фотографирует он фактически стала знаменитостью благодаря этим носкам потому что ну кто из вас знает например премьер-министр какой-нибудь страны в лицо как они выглядят а премьер-министр канады всех известен в широком смысле потому что он со своими носками гордо показывает их везде поэтому обратите на это особое внимание белые колготки уже менее однозначный тренд но белые колготки в том числе кружевные ажурные сейчас тема для тех девушек которые хотя быть модными пока еще никто не стал да то есть это конечно коротенькая история но можно подать ее очень красиво дальше способы стайлинга покажу вам примеры того как мы можем это носить и сочетать в завершении нашей встречи есть такая штука называется теория неправильной обуви вообще это то что вам хорошо знакомо но сейчас это получило новое название этот прием стилизации и он стал популярен именно под этим названием и как водится какая-то штука которую раньше никак не называли но они знали но сейчас у нее появилась конкретная конкретный термин она становится популярной завирусилась в тик токи и они написали многие фэшн издания что это такое теория неправильной обуви когда вы выбираете обувь неожиданную для своего образа на первый взгляд например вечернее платье вьетнамки пижамы и босоножки на каблуках классические брюки например или допустим даже брюки парашюты какие-нибудь спортивные штаны и у настроносые туфли лодочки на контрасте как будто она вообще не подходит к этому до совершенность другой оперы абсолютно любое но непривычная да то есть как будто неправильная и это дает образу живость это дает образу индивидуальность да и это дает образу ваш собственный личный стиль который никто не повторит ну если повторит это будет уже его история это будет ваше воплощение здесь что мы видим мы видим джинсовый комплект с классическими лакированными ботинками в мужском стиле канадский смокинг да такой а здесь мы видим вечернее платье черные гольфы и тоже ботинки с рубленными носами лоферы с такой четкой геометрии да казалось бы вместо привычных каких-то босоножек или лодочек которые как правило надевают с таким платьем да мы видим совершенно другую историю еще примеры покажу это может быть например спокойный верх и принтованная обувь например активный принт это может быть какой-то casual образ свитшот шорты и ботинки байкера мотоботы какие-то это может быть классический костюм надетый с вьетнамками например да и все образы становятся другими менее привычными а более трендовыми более интересными хочется разглядывать и это те самые эксперименты которые мы себе можем позволить проводить в гардеробе без каких-либо долгих подготовок обучения и набраться смелости да просто поменять обувь да сделать ее чуть неправильно вот такое новое название еще в рамках этого же тренда яркие разноцветные аксессуары у вас может быть спокойный очень верх но при этом неоновая обувь например или обувь и сумка очень ярких цветов которые в образе вообще никак не присутствуют да как например у девушки справа кожаный тренч спокойные брюки апельсиновая сумка цвет года знала и фиолетовые босоножки еще один стилистический прием тоже в продолжении этой темы это спокойный верх и блестящая обувь до серое пальто черные брюки яркие зеркальные туфли спокойный классический про костюмы босоножки усыпанные или туфли усыпанные кристаллами кожаные брюки по пальто свитер и обувь сияй сияющая зеркальная еще один тренд коммерческая история и и стилевая тоже это несколько сумок вместе это может быть как раз микро кошелек или мини сумочка который вы носите вместе с кроссбоди да такие небольшие версии вместе а может быть более жизненная история шоут шоппер например или тоут вместе с кроссбоди когда у вас кроссбоди все что надо быстро найти а в шоппере все остальное что требуется вам в течение дня от тренировки до детской одежды продуктов ноутбука книжки и все все остальное что нужно современной женщине или мужчине еще один стилистический прием вы заметили что я подвожу вас к росту среднего чека две сумки много носков а тут еще и два ремня вместе мода этот момент тоже имеет в виду да то есть это не просто история про новую подачу визуальное впечатление потому что мы с вами про коммерческие тренды здесь говорим и это тоже коммерческая история потому что продать один ремень или два конечно лучше второе здесь это могут быть одинаковые ремни здесь могут быть ремни разные по ширине один широкий другой тонкий это могут быть ремни разные по декору один в клепках другой например спокойный новый и не избитый тренд выглядит как вам впечатление рабочая история да можно попробовать да можно предложить не предложите не узнаете как это будет до клиенты приходят к вам в том числе за новой информации с точки зрения своего гардероба и стиля мужчины тоже не остались стороне вот коллекции рмс следующего лета вы видите здесь два ремня лаконичные разной ширины выглядят необычно да дорого классно не банально ну и возвращаясь к носкам все-таки хочется мне ими закончить носки с любой обувью как самостоятельная часть образа здесь на стрит стайле продвинутый модник даже надел две пары носков разной высоты но одного дизайна в комбинации в принципе может быть любой это безопасно и да смотрите как можно обувь чуть-чуть велика стелька и полу стелька один вариант а еще можно парочку носков надеть и будет совершенно удобно кстати рассказывала уже на выставке в екатеринбурге вот эта история с тем что носки мы носим с разной обувью и в целом если носок более плотно обувь продлевается в сезонности вот как раз здесь кроксы да связанным плотным носком это могут быть и биркин штоки тоже это могут быть и кроссовки абсолютно реальные истории покупок обуви на размер на 2 больше для того чтобы носить ее с плотным носком вязаным и потому что в обувь свой обычный размер вы такой носок никогда не поместите я прошла этот опыт и могу сказать вам что это супер удобно классно и я не пожалела ни на секунду о том что купила обувь не своего размера которая позволяет мне по-новому стилистически ее подавать поэтому здесь вопрос каких-то экспериментов смены шаблонов проб то что мы делаем в своей работе постоянно в целом да то есть мы постоянно что-то пробуем и так как самостоятельная часть образом вы видите с любой обувью абсолютно с любым стилем белые цветные серые но самый главный тренд сейчас как вы думаете это черные носки босоножки ладно черные носки то что раньше считалось моветоном и таким фу ты черные носки надел с сандалиями ладно с сандалиями сейчас можно носить носки но не черные а сейчас можно и нужно носить черные носки которые являются главной стилевой составляющей я знаете сама хотя я очень насмотренный человек я в этом работаю когда начала готовить слайд думаю чё за фигня ну как это вообще это такая безвкусица через полчаса насмотревшись а реально этого очень много это на стрит-стайле и на подиумах то есть не то что там один знаете вышел в черных носках просто на тебя со всех сторон валятся эти образы с черными носками и ты уже через полчаса смотришь и думаешь вообще можно попробовать неплохо тогда и вообще добавляет такой пафос сбивает лодочки например с вечерним платьем и с черными носками будет такая прям крутая стилевая история серьезно поэтому вот вы смеетесь а я сначала тоже так смех а сейчас я уже прогретый практически готовый клиент который но это образы с вечерним с таким элегантным вариантом пара минут зависнуть на этом слайде и у вас уже начнет менять замышлений я вас уверяю как в нашем мире соцсетей да если что-то очень долго показывать по телевизору или в соцсетях мы к этому привыкнем так случилось с мини-юбками когда-то и здесь тоже черные носки о боже с мужскими ботинками которые раньше никто с полуботинками с туфлями которые раньше бы никто не мог представить и с лоферами и с металлизированием какими-то вариантами в общем этого не просто много этого очень много увидите даже если не на моей презентации обязательно встретите где-нибудь вам это попадется точно ну и в целом завершая тему оля-ля я не заметила вы молчите я очень вам рекомендую всем кто здесь сидит вы не видите нашу прекрасную коллегу на первом ряду но это выглядит потрясающе потому что черные носки в этом образе играют супер роль я надеюсь ваша макси юбка не скрывает эту красоту прекрасно они они видны но я очень рада и спасибо вам большое за то что именно в этой аудитории вы сейчас сидите это реально смотрится не банально круто это знаете определенная свобода тебе этого и было нельзя это казалось таким мавитоном а сейчас это вау а если представьте человек который мечтал об этом да он с радостью будет носить и черные носки показывать их всему миру в целом моды сейчас это про эксперименты это про игру про несерьезные отношения про добавление в свой образ какого-то фана до какого-то разного состояния разных эмоций да как например здесь мы видим помимо тотального принта блестящей сумки еще и обувь обженную разными пряжками видите да что сапоги или ботинки на топовом инфлюенсере это эмили синдлев у нее разные пряжки да может быть сама их декорировала а может быть так и купила то есть разноопарная обувь либо гетры с пайетками например коллекция шанель вся была в гетрах абсолютно все совсем с любым верхом носили эти гетры на подиуме поэтому меньше серьезности больше экспериментов проб меньше рамок и шаблонов это и в продажах помогает последний наш вопрос на сегодня уже не касается картинок касается той темы которую обозначил в начале как отличаться в продукте здесь есть два подхода первый подход у вас есть что-то эксклюзивное уникальное то что не продает больше никто это может быть ваш собственный бренд в который вы заложили ценности и смысла и смело их транслируете либо это эксклюзивное партнерство когда вы представляете что-то что не предлагают другие игроки и в этом смысле вы свободнее себя чувствуете и с точки зрения розничной цены в том числе и с точки зрения привлечения аудитории убеждения ее в том что это есть только у вас но не всегда это возможно в большинстве случаев мы продаем то что легко найти в других местах либо это пересекающиеся марки либо это подобные модели например те же самые белые кеды да или черные лоферы или к примеру какие-нибудь бежевые лодочки можно найти в целом везде да то есть если ты поставишь себе эту задачу и в онлайне и в оффлайне ты найдешь этот продукт и поэтому здесь отличие идет уже не на уровне самого продукта а на уровне маркетинга и сервиса которые мы показываем предлагаем нашему клиенту если мы у нас нет этого смысла от производителя и мы купили просто ноунейм бренд да какой-то за ним нет ничего создайте этот смысл самостоятельно мы можем вложить сами даже в тот продукт который покупаем без какой-либо истории если за ним ничего не стоит мы можем сделать это сами потому что сейчас именно это продает ценности и смыслы то как мы показываем этот продукт очень много примеров когда покупают тот же самый товар на алиэкспресс и продают его в разных местах с наценкой которая отличается в разы один с наценкой 100 процентов а другой тот же самый товар с наценкой 800 процентов в красивом магазине с улыбающимся продавцом с какими-то фишками сервиса дополнительными с классной коммуникации с продвижением эффектным и это дает возможность отличаться даже если продукт у вас точно такой же вот этого наверное я вам пожелаю в следующем сезоне даже если у вас нет уникальности в ассортименте создайте и самостоятельно это то что сейчас позволит на рынке идти вперед хочу пригласить вас на мой онлайн курс по закупкам и продажам управление ассортиментом фэшн-бизнесе где мы вместе построим систему закупок и продаж в работе розничного магазина я поделюсь с вами своей практикой в индустрии моды опытом управления закупками и продажами расскажу про лучшие кейсы коллег для того чтобы ваши магазины приносили вам нужный результат с точки зрения дохода чтобы вы выходили на плановые показатели в выручке в остатках и в прибыли мы разберем как мотивировать персонал какие акции и мероприятия использовать для стимулирования клиентского спроса какие тренды мы можем внедрить сейчас в нашу работу какие ритейл технологии позволят нам стать сильными успешными и расти разберем все ключевые показатели плановые нормативы статистику работу с цифрами построим рабочие понятные и удобные отчеты и научимся выполнять плановые показатели в нашем магазине я приготовила специальное предложение промо код который вы видите на экране используйте его для того чтобы получить специальные условия на обучение напишите мне любым удобным для вас способом мои контакты вы видите на экране используйте этот промо код и в ответ я пришлю вам программу курса и специальные выгодные условия обучения буду рада вам приходите я попрошу вас обратную связь в этом сезоне я немного поменяла правила потому что тоже хочу расширение аудитории как эксперт поэтому если вам хочется получить эту презентацию которую вы конечно можете использовать не только для формирования ассортимента что-то вспомнить вы в целом уже сейчас готовы и много знаете и опытному специалисту достаточно посетить презентацию чтобы все это в голове уложить но ее можно использовать для обучения персонала в том числе для тех людей которые не видели не смотрели им нужно это продавать нужно им это объяснить поэтому я попрошу вас обратную связь не буду задавать вам никаких вопросов которые традиционно задаю в свободной форме поделитесь пожалуйста ею в инстаграм запрещенной соцсети я должна это говорить или в telegram отметив мой профиль мои контакты будут на экране я вас увижу я эту отметку зафиксирую и в ответ пришлю вам ссылку на презентацию stories с активной отметкой fashion бизнес блок либо у себя в telegram вы можете отметить мой профиль я вас тоже увижу и это увидит возможно те кому тоже это будет нужно и полезно таким образом мы будем вместе развивать и формировать модный рынок с точки зрения его роста и развития подписывайтесь на мои каналы будем на связи вы можете написать мне в любой мессенджер мой телефон на экране почта тоже я обычно отвечаю в течение дня instagram youtube и telegram запрещенные соцсети и разрешенные соцсети тоже все доступны буду рада вам в моих каналах ну что ж на этом я желаю вам успешного сезона огромное спасибо вам за внимание всем кто стоял сидел остановился и пришел выделил время хороших продаж коллеги всего доброго спасибо